Всем привет! Эльблонг, город в Варминском-Азурском воеводстве Польши. Расположен поблизости от границы с Россией. Калининградская область, породнен с городами Калининград и Балтийск. Через город протекает река Эльблонг, часть системы Эльблонгского канала. Основан в устье Эльблонга крестоносцами в 1237 году под германизированным названием Эльбинг ниже по течению от более древнего города, который принято отождествлять с варяжским Трусо, что близ озера Друзно в верховьях реки Эльблонг. Существует версия, например, у Хафмана, о связи гидронима Эльблонг с этнонимом Гильвиконы, одного из племен объединения Лугиев. При основании относился к Погизане, тогдашней части государства Тевтонского ордена. Статус города получил в 1246 году по любекскому праву. В 1440 году из-за чумы погибло 13 тысяч жителей Эльбинга. 90% тогдашнего населения. Исторически прусский, уже в немецком смысле, город Эльбинг был центром прусской помезания. С 1440 года город состоял в Прусском союзе, который в 1454 году поднял восстание против Тевтонского ордена. По итогам последовавшей 13-летней войны, с 1466 года Эльблонг вошел в состав Польши как часть ее провинции под названием Королевская Пруссия. С 1772 года, по итогам первого раздела Речи Посполитой, город входил в состав Прусского королевства, а затем Германской империи, Веймарской республики и Третьего рейха. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, в ходе которой предприятия города были переориентированы на выпуск продукции военного назначения. В 1942 году в Эльбинге началось производство 105-м дивизионных гаубиц АПР-18. 23 января 1945 года в город вошли части Красной армии, после окончания войны город вошел в состав Польши. Новое польское население в значительной мере состояло из поляков, переселенных из Советского Союза. Эльблонг является крупным центром тяжелой промышленности, производства турбин, винтов для судов, пищевой промышленности, пивоваренный завод, туризма. Самое большое развитие экономики наблюдалось в период с 1 июня 1975 года по 31 декабря 1998 года, когда город был центром эльблонгского воеводства. В те годы население сильно росло. В настоящее время город имеет статус городского поселения. Является важным транспортным узлом. С этим связаны значительные инвестиции. Недавно введен в эксплуатацию узел Эльблонг-Восток, значительно сокративший путь из Варшавы и Гданьска в Эльблонг и Калининград. Так называемая Берлинка, в настоящее время скоростное шоссе С-22 Эльблонг, к Жеходке, до границы с Калининградской областью и погранперехода к Жеходке, Мамонова-2, открытая в 2010 году. Это кратчайший путь с запада на восток Европы. Ведется строительство трассы Эльблонг-Восток, Язова в направлении Гданьска. Благодаря грантам Европейского Союза строится морской порт, трамвайная сеть и восстановлен старый город. Эльблонг является одним из хорошо сохранившихся в археологическом плане польских городов, поэтому его городской музей имеет ряд уникальных экспонатов. Например, средневековый лифт. Эльблонг официально не делится на административные районы, хотя исторически в нем неофициально выделяются старый город, центр и еще 14 районов на юге города, а также 13 районов и городской парк Бажанторня в северной части. Максимального количества населения Эльблонг достиг в 1999-2000 годах, около 131 тысячи человек. В настоящее время население города стабильно составляет 128-130 тысяч человек, что связано с эмиграцией жителей, в основном в Великобританию и Германию, нивелирующей рождаемость и переезд в город сельских жителей. Через город пролегает железная дорога Берлин-Калининград, открытая 19 октября 1852 года. В 1897 году началось строительство железной дороги из Эльблонга в Кеннигсберг, проходящей у Вислинского залива. В мае 1899 года начал действовать участок колей от Эльблонга до Фрамборга, а в сентябре того же года до Бронева. В это же время в Эльблонге был открыт железнодорожный вокзал. Эльблонг имеет железнодорожное сообщение с Гданьском, Слупском, Кошалином, Щецеином, Альштейном, Центром Воеводства, Белостоком, Мальборком, Берлином, Сувалками, Калининградом, Варшавой и Котовицами. Ближайший гражданский аэродром находится в 70 километрах от города, в Гданьске. Гданьский аэропорт имени Леха Валенса. В пределах города с 1915 года существует травяное поле аэродрома, которое в настоящее время используется аэроклубом. В Эльблонге расположен морской порт, строительство новых причалов которого обошлось в 30 миллионов злотых. Помимо грузовой гавани в порту находится пассажирский терминал с пограничным пунктом, рассчитанным на одновременное обслуживание 200 человек и 30 автомобилей. Особенностью порта является то, что порт и весь Калининградский, Вислинский, заливы отделены от Балтийского моря Балтийской косой, так что суда, направляющиеся в Балтийское море, проходят через Балтийский пролив, находящийся в территориальных водах России. Режим прохождения судов регулируется специальным контрактом на навигационные права, заключенным между Польшей и Россией. В порту Эльблонга, как и в порту Фрамборка, проводится оформление судов, следующих через морскую границу в Калининград. В этой связи важным проектом для развития региона является начавшееся в 2019 году строительство морского канала, пересекающего Балтийскую косу по территории Польши, около деревни Скавронки Поморского воеводства Польши. Протяженность канала составит 1,3 километра, глубина 5 метров. После завершения строительства морского канала, что ожидается в 2022 году, суда смогут следовать из Эльбонга в Балтийское море и обратно, минуя территориальные воды РФ. В Эльблонге действуют 5 трамвайных линий и 21 автобусный маршрут. В том числе 6 пригородных, 1 сезонный и 1 ночной маршрут под номером 100. Эльблонгские трамваи являются муниципальной собственностью. Трамвайная сеть действует в городе с 1895 года, являясь второй по времени открытия в Польше. После Вроце-Лава. В настоящее время трамвайная сеть города состоит из 5 линий, 4 из которых работают ежедневно, а одна, только по будним дням. Общая длина путей – 32 километра. Ширина трамвайной колеи – 1000 миллиметров. В отличие от многих других городов, в Эльблонге планируется расширение трамвайной сети. На 13 километров к 2013 году. В городе и его окрестностях расположены следующие войсковые части войска польского. 13-й Эльблонгский полк ПВО. 16-й Жулавский ремонтный батальон. 16-й батальон управления имени земли Эльблонгской. 16-я рота химической защиты имени Казимира Егела. 14-й батальон по ремонту аэродромов. Кафедральный собор Святого Николая. 13-й Ксвивека. Перестроен после пожара, вызванного молнией 26 января 1777 года, в интерьере позднеготические триптихи, готические деревянные статуи апостолов в Нефе, бронзовая крестильня 1387 года, готический реликварий Святого Креста, надгробие с середины 13 века. Ярмарочные ворота 1309 года с остатками городских укреплений. Церковная дорога в Старом Городе. Доминиканский костел Успения 13-16 веков, частично разрушенный в 1945 году, реконструирован в 1960-х. Костел С.В. Адальберта 1906 года. Госпитальный костел Божьего тела 13-й Ксвивеков. Костел Святого Духа 14 века. Костел С.В. Антония 14 века. Фахверховый костел Блаженные Доротеи 18 века. Дворец Августа Абега. Пострадавший в 1945 году комплекс бывшего замка и строений в стиле поздней готики, ренессанса и маньеризма. Площадь жертв Эльблонгского дела. Названа в память жертв репрессий 1949 года. Синагога. 1824 года. Разрушена нацистами в 1938 году во время Хрустальной ночи. Советское воинское кладбище. На кладбище захоронен 2731 советский воин. В Эльбинге с 1934 года дислоцировалась 21-я пехотная дивизия вермахта, которая большую часть войны провела осаждая Ленинград. 1941-1944. Александр Солженицын был арестован во время подготовки советских войск к штурму Эльбинга. В Эльбланге создали огромный герб из деревьев и кустарников, видный с высоты птичьего полета. Город упоминается во втором романе «Дилогия» Сергея Лукьяненко «Чистовик». Польша планирует построить новый морской канал в обход РФ. Началось строительство канала через Балтийскую косу. 18 февраля 2019 года. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи.